Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас солнечный выпуск. Сегодня я сохранил чек на универсальный продукт. Из него можно изготовить корм для животных, спирт, клей, пластик, штукатурку, промышленные фильтры и многое другое. Однако самая большая любовь к нему не из-за прикладной пользы, а из-за гастрономических особенностей и неповторимого вкуса. Поэтому это один из немногих товаров, которые можно встретить в магазинах на любом континенте. Что, заинтригованы? А ведь ответ очень простой. Сегодня речь пойдет о консервированной кукурузе. Мы начинаем. Кукуруза – древнейшая зерновая культура, которую выращивают уже более 7 тысяч лет. Первыми оценить ее вкус и пользу удалось индейцам Боливии, Перу и Мексике. Позже она попала в Европу, куда ее завез Колумб, еще в конце 15 века. И только спустя два века через Крым, будущая царица полей, прибыла к берегам России. Долгое время это был исключительно импортный продукт, который не пользовался большой популярностью. Долго кукуруза не хранилась, да и картошка Петра Первого была на пике популярности. Только после того, как ее научились закатывать банки, кукуруза стала самым ходовым товаром. Причем круглогодичным. Самый пик продаж приходится на Новый год. В этот период среднестатистическая семья съедает до трех банок в неделю. Остальное время года россияне менее активны. Однако одну банку сладкой консервированной кукурузы в месяц обязательно приобретает каждая хозяйка. Но как покупатели находят качественный продукт и на что делают ставку, спросим у них. Визуально, чтобы они выглядели презентабельно. Если это стеклянная посуда, если нет, то на бренд определенный, который уже был ранее испробован, и по качеству понравился. Ну, чтобы целые зерна были сочные, сладкие. Я не знаю, ну, что вкусом было. Ну, чтобы цельные были зернышки, и чтобы заливка была не мутная. То есть вот на это. Основное вид ее, конечно, товарный, плюс, да, чтобы не мутная была вода. Ну, и свежестью, как бы, по виду, по крайней мере, хотят. Кукуруза интересна тем, что что бы с ней ни делали, она всегда остается полезной. Можно с уверенностью сказать, что желтые сочные зерна внутри консервной банки круглый год богаты витаминами. Главное, правильно их выбирать. Как это сделать, сегодня будем выяснять. Для этого возьмем три банки консервированной кукурузы от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки Бон Тюэль, Красная Цена и Фрау Марта. Каждого участника промаркируем и расположим в афавитном порядке, согласно названиям. В завершении узнаем, какая продукция и качественная, и вкусная. Прежде чем попасть в жестяную банку, кукуруза проходит несколько этапов подготовки. Сначала ее тщательно отбирают еще при сборе. Затем очищают, моют и боншируют, то есть ненадолго погружают в горячую воду. Затем происходит заливка и непосредственная консервация. Процесс элементарный, как и состав. В поисках натурального продукта на этикетку следует обратить внимание в первую очередь. В составе должна быть входить кукуруза, вода, соль, сахар. То есть никаких консервантов или каких-то дополнительных веществ там не должно присутствовать. К слову, к банке нужно уделять не меньше внимания. То, в чем хранится кукуруза, влияет на ее качество. При покупке смотрите тару на предмет повреждений. Если присутствуют вмятины и трещины, такой продукт лучше отложить в сторону. Далее читаем, из чего изготовлена жестяная банка. Если покрытие внутри эмалированное, отлично. Кукуруза внутри порадует нас естественным вкусом. Чего не скажешь о лаковом покрытии. Но лаковое покрытие, оно не столько к соединениям белка, поэтому в процессе длительного хранения оно может растворяться, вступая в химическое взаимодействие с веществами, входящими в состав самих зерен. Ну и при нарушении покрытия может происходить коррозия металла и порча продукта. При этом открытую банку нужно использовать в течение двух суток. В противном случае кукуруза окислится на воздухе и станет отличным местом для развития плесени. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что ж, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Первым делом внимательно рассмотрим зерна. Они должны быть целые и не иметь посторонних включений. Не должно быть дробленного зерна, оболочек неравномерности по цвету и примесей. Здесь только участники под номером 1 и 3 справились с заданием. Второй участник имел много темных и дробленных плодов в составе. Теперь посмотрим на заливку. Она не должна быть слишком прозрачной, либо слишком мутной. В первом случае отсутствует крахмал, что может говорить о несвежем сырье. А если заливка слишком мутная, значит товар перележал на полке. Здесь лучшие показатели у второго и третьего участников. Заливка конкурсанта под номер 1 была самой мутной. Он это задание проваливает. Теперь взвесим наших участников. Чей вес нет, то и наиболее точно соответствует заявленному на этикетке. Заодно выберем самого щедрого участника. Все конкурсанты соответствовали норме. Но фрау Марты даже превысила ее. За это получает целый балл. Есть еще один способ, как выбрать качественный продукт. Нужно посмотреть на дату выработки. Если консервы были изготовлены зимой, то значит внутри некачественные плоды. Их собрали, высушили, а потом законсервировали. Полезными веществами они вас явно не порадуют. Куда лучше обстоит дело с кукурузой, собранной летом. Самый урожай. Там много витаминов и полезных веществ. Так что слушайте наши советы и выбирайте с умом. У консервированной кукурузы широкая область применения. В кулинарии можно считать более 400 салатов, где она будет неотъемлемым ингредиентом. Но одно из главных ее достоинств в том, что ее можно употреблять просто, без всего. Особенно ее любят дети. Сахарный вкус кукурузы, помноженный на большое содержание витаминов Е и минеральных веществ, благоприятно влияет на растущий организм. Для определения самого вкусного участника мы пригласили Марию Борозняк, ученицу 6 класса. Я очень люблю кукурузу и ем ее очень часто. Как мама готовит салат, я ее постоянно убираю под руку мамы и съедаю практически все. Обычно я ем кукурузу, которую готовит мне мама. Но сейчас я готова поесть и вашу. Ну, вот это такая сочная, хорошая. У нее вид не очень, не такой приятный и аппетитный. И на вкус она какая-то жестковатая. Это слишком сочная, вообще водянистая какая-то. И на вид какая-то темная, от воды, наверное. Ну, я бы выбрала номер один. Ну, не знаю, потому что он по вкусу приятнее, аппетитнее выглядит. Ну, и больше всего мне нравится вот это. Сводные таблицы представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе лучше оказалась консервированная кукуруза торговой марки «Фрау Марта». Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как выбрать качественную кукурузу и как ее лучше использовать. И пока вы думаете, какое блюдо с ней приготовить, напоминаю, не забывайте сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!